Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами читаем третью книгу Маковеев, и сегодня третья глава. В предыдущих главах рассказывается о том, как нечестивый царь Филопатор решил войти во святое святых, народ молился, Бог остановил его, он упал, паралич, его вынесли, но когда он пришел в себя, вместо того, чтобы раскаяться и прекратить жить нечестиво, он решил отомстить, но так как Богу он не мог отомстить, то он решил отомстить евреям, и он начал гонение, заставляя евреев приносить жертвы языческим богам, тем, кто отказывался от этого, он повелевал ставить клейму плюща, знак Диониса, и переводить в рабское состояние. Евреи пытались этого избежать, они давали взятки переписчикам, которые записывали их в евреев, они давали взятки и пытались избежать этого внесения в этих списки. Но были и те, кто отступал от истинного Бога, а были те, которые четко держался отеческого благочестия, то есть истинная вера. И вот в третьей главе рассказывается, что же делает царь против того, что евреи стараются избегнуть казни. Узнав о том, нечестивец пришел в такое неистовство, что не только озлобился против людей, вживших в Александрии, но обнаружил жестокую вражду и против обитавших в целой стране, приказав немедленно собрать всех вместе и предать позорнейшей смерти. Когда готовилось это дело, распространен был людьми одномысленно злодейству, злой-злух против народа иудейского по поводу к такому распоряжению, будто они уклоняются к исполнению законных обязанностей. Давайте здесь разберемся. Законные обязанности – это не то, что евреи не исполняли гражданские законы. Нет, этого не было. Евреи действительно все это исполняли. Более того, их привлекали даже к каким-то гражданским должностям. Но вот про законные обязанности – это в данном случае принесение жерб. Потому что принесение жертв понималось не только как действительно религиозное какое-то действие, но и как общественное. То есть человек пришел, принес жертвы, тем самым он показал свою лояльность государству. И вот иудеи обвиняют именно в этом, то, что они нарушают государственные законы. Вообще из-за того, что евреи не смешивались с язычниками, не участвовали в совместных трапезах, у них был свой культ, свои особенности в одежде, в еде. Немножко такие странные обычаи, которые были непривычны для язычников. То среди язычников распространялись всякие порочащие евреев слухи, что, мол, евреи на самом деле там приносят кровавые жертвы, что на самом деле у них в храме стоит идол. Золотого осла, кстати, считалось, что. Ну и много-много чего, всякую гадость рассказывали. Потом эти же гадости начали рассказывать про христиан, а когда иудаизм, вернее, когда христианство стало государственной верой, то эти рассказы обратно перешли и те же гадости начали рассказывать про иудеев. Хорошо. Между тем иудеи хранили доброе расположение и неизменную верность к царям, но они почитали Бога, жили по его закону, и потом в некоторых случаях допускали отступление и отмены. По этой причине они казались некоторыми враждебными. У всех же других людей добрым исполнением всего справедливого они прибыли благоволение. О чем я и рассказывал, о том, что евреи не приносили языческие жертвы, но исполняли государственные законы. Те, кто жил рядом с ними, знал, как живут евреи. Даже если они не были почитателями истинного Бога, оставались язычниками, то к евреям они относились хорошо. Хорошо. Несмотря на то известный образ жизни этого народа, иноплеменникам считали ни во что. Они замечали только различия богопочтения и пищи. Говорили, что эти люди допускают общение трапезы ни с царем, ни с вельможами, что они завистники, великие противники государства. Таким образом разглашали о них намеренные хуы. Заговор евреев против государства. Потому что евреи не похожи на язычников. Жившие города Эллины, не испытавшие от них никакой обиды, видя неожиданной волни против этих людей и внезапные стечения, хотя они могли помочь им, ибо царское было распоряжение. Однако утешали их, негодовали, надеялись, что дело переменится. Ибо нельзя было пренебрегать таким множеством народа, ни в чем не повинного. Впрочем, некоторые соседи, друзья и производящие им торговлю, тайно принимая некоторых из них, обещали помогать им и делать всевозможное к их защите. Те, кто тесно общался с евреями, понимают, какие евреи, что они никакие не враги государства. Но, однако, не могут ничего сделать, хотя были те люди, которые действительно прятали евреев, помогали им, ну и пытались им помочь. При этом оставаясь язычниками, потому что если человек бы принимал иудаизм, он становился тоже евреем, и он как раз попадал бы вот под эти гонения. Хорошо, читаем дальше. А он, ну то есть, Филопатор, тот самый царь египетский, надмиваясь временным благополучием и не помышляя о власти величайшего бога, думал неизменно остаться в том же умысле и написал против них такое письмо. Царь Птоломей Филопатор, обитателям Египта и местным военачальникам-воинам, радоваться и здравствовать. Приветствие, которым начинаются многие античные письма. Представление, обращение, представление, потом указатель адресата и приветствие. Я же сам здоров и дела мои благоуспешны. После похода предпринял нами в Азию, которая, как вы сами знаете, неожиданную помощь у богов и нашей силы, согласно нашему намению, достиг счастливого окончания. Мы думали, благоустроить народы, обитающие в Келии, Сирии и Финикии. Не силу оружия, но и с нисхождением, и великим человеколюбием, охотным благодетельствуем. Здесь царь вспоминает ту битву, ту войну, которая описывается в первой главе. Келия, Сирия и Финикия – это как раз та земля, где живут евреи. Давая по городам богатые вклады в храмы, мы пришли в Иерусалим, положив почтить святилище этих негодных людей, никогда не оставляющихся своего безумия. Значит, свое безумие, как о каком безумии он говорит, это почитание истинного бога и жизнь в соответствии с его законом. Здесь есть некая шизофрения. То есть царь решает прийти в храм в Иерусалиме, принести там жертвы, почтить это место, ну и, соответственно, почтить этого бога. Но в то же время закон, который дарован этим богом, он считает безумием. Они же, приняв наше прибытие, на словах охотно, на деле коварно, когда мы желали войти в его храм и почтить его подобающим, но лучшим дарами, напыщенный своей древней гордостью, возбронили нам вход, не потерпев от нас насилия по человеколюбию, какого мы имели ко всем людям. Значит, вроде бы описывается так, как и было. Действительно, во второй главе царь пытается войти, но ему запрещают, и напыщенный своей древней гордостью, это вообще-то отсылка к священному писанию, потому что царю показывали свиток, и в этом свитке было написано, что во святое святых, а именно туда пытался войти царь, может войти только первый священник один раз в год. Вот. И как бы царь, царь показал свое человеколюбие. Ну, на самом деле царь не показывал свое человеколюбие, это бог его остановил. Явно обнаружил свою враждебность против нас. Они одни только из всех народов упорно противятся царям и своим благодетелям, не хотят исполнять наше ничего справедливого. Мы же, снисходя к их безумию, и тогда, как возвращались с победой, и в самом Египте, принимая человеколюбиво все народы, поступая, как надлежало. Ну, на самом деле, если читать вторую главу, то там рассказывается, что произошло, что царь был поражен богом. Об этом он ничего не говорит, и только рассказывает о том, как он человеколюбивый, и какие безумные евреи. Почему безумные? Потому что почитают истинного бога и не хотят исполнять языческие предписания. Между прочим, объявляя всем о нашем непомертое злобе их иноплеменникам, мы решились вести перемены. Так как они служили нам на войне и занимались весомо многими делами, изданной правостоте, предоставленной им, то мы хотели даже достойить их прав Александрийского гражданства и сделать участниками исконного жречества. Значит, здесь царь вспоминает, что евреи ему помогали. Это действительно было так. И вот этот рассказ мы дадим им права Александрийского гражданства, то есть мы их уравняем с правами греков, которые жили в Александрии, участниками исконного жречества. То есть их введут в культ, то есть они будут участниками культа, полные права, участие в культе. Конечно, полные права это, конечно, хорошо, но евреям вот это участие в культе, оно совсем им не надо. Они же, приняв это в противность себе и по сродному злонравию, отвергая доброе и склоняясь всегда к худому, не только презрели неценимое право гражданства, но и гласно и негласно гнушаются тех немногих из них, которые искренне расположены к нам, постоянная идея, что мы вследствие беспорядочного образа жизни скоро отменим наше установление. Значит, отступление, ренегаты были, и евреи их отвергали, но как царь все это очень так хитро перекручивает, как он рассказывает, что они отвергли право гражданства. На самом деле не право гражданства евреи отвергают, они отвергают то, что их заставляют быть язычниками. И на что евреи цинадеют? На то, что царь отменит свой указ. Обратите, как беспорядочный образ жизни. Вообще, это речь идет о благочестивой жизни в соответствии с законом Божиим. Посему мы, убедившись опытами, что они при всяком случае питают неприязненные против нас замыслы, и предвидя, что когда-нибудь при возникшей неожиданно против нас возмущении, мы будем иметь за собой в лице этих нестивцев предателей и жестоких врагов. Значит, вот здесь царь поступает точно как фараон. Фараон исхода, который, когда евреи были в Египте за тысячу лет до этих событий, то фараон решил, что евреи могут стать такой пятой колонной, которая ударит спину, если на Египет кто-то нападет. То же самое обвинение. Евреи станут помогать врагам царя, хотя до этого они показывали свою верность, что они, наоборот, помогали царю. Вот такое ощущение, что этот царь просто лишается разума. Устроив гонение на евреев, он как раз-то скорее сделает из них такую пятую колонну. Но он ненавидит евреев, потому что ему в храме было нанесено, как он считает, величайшее оскорбление. Ну ладно, читаем дальше. Появляем, как скоро будет получено это письмо, тотчас упомянутых нами людей, с жеными, детьми, с насилием, истязанием, заключив железо на кого, отовсюду высылать к нам на смертную казнь, беспощадно и позорно, достойно таких злоумышленников. Если они в один раз будут наказаны, то мы надеемся, что на будущее время наши государственные дела придут в совершенном благоустройстве и на лучший порядок. Значит, где царь собирается собрать этих людей? Ну, видимо, по всему своему государству, но из дальнейшего текста становится ясно, что речь идет все-таки скорее о Египте. О Египте или вообще, может быть, только про Александрию. И как царь понимает, что вот мы сейчас соберем этих евреев, которые там в Египте и в Александрии живут, мы их накажем вместе с женами и с детьми, и тогда все остальные евреи будут покорны воле государя, и они станут почитать языческих богов, и государству наступит порядок. Через несколько десятков лет то же самое попробует сделать Антиох 4-й Епифан, ну и это приведет, наоборот, к восстанию, к гибели многих греков, ну и царство Антиоха будет просто трясти. Если же кто укроет кого из иудеев, от старика до ребенка, не исключая грудных младенца, должен был истреблен со всеми у домом жесточайшим образом. То есть, истреблялись не только евреи, но и те, кто пытался помочь евреям. А кто откроет кого-либо, тот получит имение виновной, и еще две тысячи драхм из царской казны получит свободу и будет почтен. Доносчик получает имение виновного, либо еврея, либо того, кто прятал, еще и награду. Если он раб, то он будет свободен и его прославит. Всякое место, где будет пойном укрывающийся иудей, должно быть опостошено и выжжено так, чтобы никому из смертных ни на что не было годно на вечные времена. Тут не совсем понятно, если кто укрывает евреев, его дом должен быть уничтожен. Места для евреев, места евреев должны тоже быть уничтожены. Какое же имущество получит тот, кто донесет? Ну, скорее, это такие преувеличения. Скорее всего, дом будет разграблен и передан в казну, либо просто действительно уничтожен. Вот. И последние слова этого письма, это вот такой смысл письма. Возможно, это не дословное воспроизведение, но рассказывает о том, каким бедствиям должны были подвергнуться евреи. Как начал действовать этот указ царя, об этом рассказывается в последующих главах. Мы же с вами прочитали третью главу третьей книги Маковеев. Мы были с вами на библейском портале «Экзегет». Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует...